Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я дошла до очень важной темы, а именно как подготовить почву для рассады самостоятельно. Не купить в магазине, а приготовить. Всем известно, что выращивание рассады это дело очень хлопотное. Эти маленькие растения более капризны, но нуждаются в особых условиях, привилегиях, чем те, которые растут у нас в огороде. Поэтому для выращивания рассады мы готовим всегда особую землю, то есть грунт для рассады. Не просто его взять с огорода, а именно приготовить. Им требуется идеальная почва, к которой будут собраны все питательные вещества, микроэлементы. Конечно, тем, кто начинает работу в огороде первый или второй год, проще купить в магазине, если вы еще ни разу не готовили. И если вы приготовите, то использовать ее как на какую-то часть рассады, а половину купить, половину для себя сделать самим. В почве ни в коем случае не должно находиться вредные насекомые, вредные заболевания. Основные требования, которые должны мы знать и которые имеются к почве, это хорошая влага, воздухонепроницаемость, грунт должен быть мягким, рыхлым и легким. Это позволит кислороду беспрепятственно проникать в корневую систему. Почва должна быть сбалансированной и плодородной. И помимо органических соединений, земля должна содержать также микроэлементы, макроэлементы. Не стоит забывать, что все компоненты должны быть в определенных пропорциях. Вот видите, вот эта земля пока еще очень такая страшненькая. В нее сеять, конечно, я ничего даже не решусь. Но я ее только занесла, потому что у меня, я вот наметила, 28-29 будет у меня посев перца и баклажан. За 10 дней я занесла землю и сейчас я буду ее готовить, как говорится, доводить до ума. Сейчас скажу, чего не должно быть ни в коем случае в земле для рассады. Если в огороде еще у нас приемлемо, то в вашем лоточке этого быть никогда не должно быть. Никогда не должно быть. Не должно присутствовать никаких спор грибков, микробов. Для этого мы протравливаем. Не должно быть вредных, токсичных материалов. Поэтому, когда вы набираете землю, никогда не берите ее вдоль дорог, около каких-то магистралей. Потому что там вот эти выхлопные газы впитывает земля моментально. В грунте для рассады не должны содержаться отходы. Ни вредных производств, ни нашего бытового мусора. Все это должно быть в компостной куче до полного перегнивания. Если вы сюда добавите компост свежий, не перегнивший, сгниет вся корневая система. Потом и вещества, вот я и говорила, которые будут там сгнивать, они потом распространятся, будет всякая черная ножка. Когда нужно начинать обеззараживать и готовить грунт, это тоже очень важно. Обычно опытные садоводы готовят всю землю себе с осени. Вот у меня она тоже была насыпана в мешках, и которые с поля привезли, и перегной. Все это я в мешки разложила и хранила на улице. Сейчас я за 10 дней до посевов занесла, разморозила, и только после этого сейчас буду просеивать, протравливать, все. Отогреваю землю, обрабатываю. Но для начала надо ее просеять. Видите, что здесь она привезена, которая с полей, там бывают и корешки, и все. Все, землю просеиваю, при этом удаляются весь мусор, все вот эти камешки. И уже следующим шагом будет обеззараживание почвы. Конечно, я немного смочу, потому что у меня с осени она стояла, она пересохла, и у нее такой вид не очень красивый. Вообще это хорошая плодородная почва, перегной с черноземом. Короче, следующим шагом уже потом идет обеззараживание. После того, как мы просеяли все это, немножко ее смочили, чтобы она была пригодна для обработок. Протравливание нужно сделать обязательно. Это поможет избавиться земле от микробов, от споров грибковых. Теперь про добавки. Некоторые для получения качественной рассады добавляют перемолотую яичную скорлупу. На ведро кладут стакан вот этого порошка скорлупового. Кто-то, чтобы земля была рыхлой и воздушной, добавляет всякую вот эту рисовую шелуху, измельченный пенопласт, вот эти вот кусочки, чтобы, как понимаете, грунт был рыхлый. Я ничего этого не делаю. Я не люблю, когда почва засоренная. Я сейчас просею, у меня будет только чистая, такая воздушная, мягкая земля. Именно грунт. Вот из всего вышесказанного мной, вам нужно остановиться и заострить свое внимание только на обеззараживание земли для рассады. То, что просеять ее надо и увлажнить, это вы сами догадаетесь. Ясно, что вы не будете вот с такими комками земля сеять. Главный пункт – обеззараживание. Есть правила обеззараживания земли для выращивания рассады. Нужно, как, несколько способов есть. И я сейчас расскажу, какие. Вы там сами посмотрите. Какие-то есть очень сложные, какие-то совсем простые. Можно обеззаразить с помощью прокаливания. Землю отправляют в духовку, выдерживают ее 20 минут при температуре 90-100 градусов. Но там этот способ опасен тем, что не стоит повышать температуру 100 градусов. После 100 градусов в почве убиваются все полезные вот эти микроорганизмы. И она уже не подходит для выращивания растений. Она будет скудной, убитая. Потом пропаривание. Это тоже для новичков сложновато, наверное. Помещают в кастрюлю, закрывают. Потом на водяную баню все это выдерживают 2 часа. А почва обеззараживается. Но процесс, конечно, утомительный. Потом третьим способом считается эффективным промораживание. Это вот про что я вам говорю. Я осенью почву заготавливаю в мешки и оставляю прям на улице. Этот способ применяют для грунта, который уже у вас заготовлен. Вы только весной занесете за 2 недели, разморозите при комнатной температуре. И, пожалуйста, еще можете дополнительно пролить фитоспорином. Если вы промораживали, уже не обязательно крутой раствор марганцовки. Фитоспорином польете. И если там где-то что-то осталось мельчайшее, оно умрет. Но четвертый способ. Это очень распространенная обработка марганцовкой. Считается самым действенным, простым, эффективным. Марганцовка убьет там все. По крайней мере, там микроорганизмов точно не останется. Землю поливают свежим, горячим раствором марганцовки. Потом дают ей высохнуть, и она готова к посевам. Хочу обратить ваше внимание, что все это нужно делать не накануне посевов, а за 7-10 дней. Что фитоспорин, что марганцовка. Когда мы протравим, обработаем вот этими препаратами, земля должна как отлежаться. Все процессы там должны пройти, закончиться. Все эти препараты как сделают свою работу. Тогда уже через неделю можно будет приступать к посевам. Не нужно протравливать прямо накануне. Ну и пятый способ, самый легкий и, можно сказать, самый такой чистоплотный, ну как чистый, без грязи, без всего. Это, конечно, протравливание магазинными средствами, обеззараживание фунгицидами. Сейчас очень много специальных вот этих препаратов. Привикур. Чистенький раз взяли, взяли вам сколько нужно, полили готовый лоточек и все. Они можно пролить медным купоросом, очень хорошо тоже действуют. Ну какой способ выбирать, это вы будете решать сами. Я только вам рассказала, как общий обзор. Конечно, про каждый способ я постараюсь рассказать отдельно. Я вот марганцовкой поливаю, часто пользуюсь. Покажу, как я протравливаю марганцовкой. Покажу, как я обеззараживаю привикуром. Покажу, как разводить фитоспорин, как поливать фитоспорином. Но потом решать вам. В целом, каждый из них действенный, проверен временем. Люди пользуются и теми, и другими. И разобравшись в вопросах, как обеззарадить землю, нужно только после этого приниматься за... Ну как, сначала все способы узнать, выбрать, и только после этого начинать приступать к действию, как говорится. Вот для обеззараживания земли я уже называла, что фитоспорин, можно марганцовка, привикур, медный купорос. Выберите для себя одно.